Что я только в Расте не делал. И внедрялся в кланы, и воевал с китайцами. Но что будет, если я зайду в другую игру про выживание? Присаживайтесь поудобнее, вас ждет интереснейший ролик про новичка на просторах Таркова. Это мой первый ролик не по Расту, и надеюсь не последний. Советую вам поставить лайк и досмотреть этот видик до конца, ведь это одна большая история под названием «Подлый поступок». Все началось с того, что я купил эту шикарную игру. Придумал себе гениальный ник, и выбрал себе самого опасного персонажа группировки Бир. Не знаю почему именно его, но он мне показался очень агрессивным. Во! Вот это я понимаю, мужик. Он будет убивать всех абсолютно. И конечно же первым, что я сделал, это заглянув в свой инвентарь, где оказалось очень много барахла. О, так у меня тут нормально лута уже есть. И в целом у меня был самый дешевый пак, и поэтому даже такому я был очень рад. Я не знал, что меня ждет в этой игре. Для начала я познакомился со всеми торговцами, изучил все предметы, и понабирал огромную кучу заданий, которые мне только были доступны на старте. Вас звучит мне интересует подработка? Конечно интересует. Я должен принести аптечки, должен здесь какое-то задание выполнить. Тут я полагаю, больше заданий у нас нет. Окей. В целом персонаж у меня был полностью собран, поэтому я скинул все самое ненужное, как мне показалось на тот момент, и пошел в первый рейд. Ну а перед стартом я конечно же все застраховал. О! Тут можно страховать шмотки? Я тогда все застрахую. Ну что, поехали? Вы просто посмотрите на этого сурового киллера. Ха-ха-ха! Я понимаю, все будет такая жесть. И вот, настал момент истины. Мы отправляемся в рейд. Как только я появился, я увидел это. Реально шикарная графика. Ну что я могу сказать, графика здесь реально шик. И первым делом я побежал туда, примерно куда глаза глядят, потому что карту я не знал от слова совсем. Пойдем туда, где можно хоть что-то открыть. На пути у меня попадались различные предметы и сундуки, которые можно было разлутать. В которых я пролутывал абсолютно все, ведь я не знал, что мне нужно, а что мне не нужно. Ух ты, какая шапка. Мне эта шапка больше нравится. Не знаю, что это, но я думаю, мне это все пригодится. Бегал я, так значит, по территории завода, лутал различные предметы, смотрел ящики. И все было не так плохо. До момента, когда я не услышал стрельбу возле меня. Но это явно стреляют где-то рядом. И, конечно же, я побежал на этот замес. Чуваки, не убивайте меня, пожалуйста, я новичок. Это в доме война. Я вижу типа. На тот момент я еще не понимал то, что это всего лишь был бот, и бояться его не стоило. Но все равно на контроле я так прополз до самого здания, где стреляли. Ты засранец, вонючая мать твою, а? Ну иди сюда, попробуй меня трахнуть, я тебя сам трахну. Мужик, хорош меня оскорблять, я зашел поиграть. Жопа! Сам ты жопа. Эй, земля, средний... Убил. Ты что так пугаешь? Он где-то здесь, и мне страшно. Я сел в укромное место и стал выжидать подходящего момента. Бля, перца! Что тут было только что? Убил! Нет! Их много тут было! Сколько я их там убил нафиг? Короче, в этой вылазке я столкнулся с какой-то опасной группировкой, которая замесила меня толпой. Но сказать честно, я был доволен. Но мне такое нравится! Ха-ха-ха! Я не знал, что лучше с собой взять, поэтому нацепил на себя коллаж, взял какую-то броню, разгрузку, оделся, в общем-то, по образу и подобию прошлого персонажа. И пошел на вторую вылазку. Кстати говоря, места спавна здесь абсолютно рандомные, и когда я появлялся, я просто не знал, где я. Где она, этот раз? Железная дорога. Завод. Там какие-то два здания высоких. Карта здесь вообще огромная. Бегая по какому-то лесу, я перевалился через забор, где стояла заправка, которую сразу же я решил пролутать, ведь здесь могло быть что-нибудь ценное. Монетки. Йоинк! Йоинк! И по пути я увидел знакомое место, где я точно пробегал, и нашел какой-то тайничок, который был закопан в землю. Туалетная бумага, это нам надо. После прошлой катки. Тут походу какой-то топ-плус спавницы растут, столько типов было на квадратный метр. И стоило мне только подойти к центральному входу, я услышал шаги, которые были очень близко ко мне. Лежать нахер! Что это такое? Честно говоря, на тот момент я не знал, что мне нужно взять, поэтому брал абсолютно все, что только видел. И что казалось, на мой взгляд, будет лучше, чем мое. О! Так можно было через ролик мыши все это делать? Пистолет я тоже заберу. Походу он тут неплохо налутал. Но в этом же заводе я попал в ловушку. И бежать мне было уже некуда. Минус еще один. Чувак, я тупо кромсаю мужиков. Ха-ха! У него еще какие-то броньки! Что это нафиг такое? Нет. Бежим, 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 бежим! Мне это напомнило прошлую катку, где я тоже в этом же заводе убил много типов, и где меня зажали огромное количество челиков. И вы просто не представляете, как же мне было страшно на этот момент. Блин, я опять убил троих, и меня четвертый убил! Да ё-моё! Да! Что за жесть? Ко мне уже кто-то добавился в друзья, только играть начал. Это был, очевидно, один из тех, кого я убил. И сказать честно, он был не особо доволен. Ну и логика этого типа очень интересная. Они бегают вчетвером, пушат сулу игрока и пишут ему не крысь. Браво! Ладно, возьму с собой пистолетик, что мне терять-то? Ха-ха! Ха-ха! Пойду еще кого-нибудь огорчу. У меня был всего третий уровень, но я уже был позитивно заряжен на эту игру. Нет, такой Тарков мне нравится! Ха-ха-ха! И на этот раз я появился в совсем незнакомом для меня месте. И первым делом я побежал осматривать данную местность и смотреть, что же я смогу тут залутать. Ну, убивать в этой игре, конечно, очень приятно. Мне нравится. О, ящик. Еще один ствол. Не успел я выйти из этой будки, как вдруг получил по лицу. Эй! Я новичок! Эй! Эй! Спокойно, мужик! Не убивай! Я хочу жить! А, без... Да без Б, друг, может, с тобой тебе помочь что-нибудь? Да не, спокойно, тихо. Я новичкам обычно помогаю. Я... Извини, не... Дикий, 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 друг. Убил! О, хорош, мужик! Фу, ну ты первый попался, кто меня не убил. Ха-ха! Да, друг, я понимаю, что я вот только микрофон купил. Наконец-таки в Таркове с мой помыграть можно. И тут тебя встречаю. Конечно, я тебе помог с радостью. На самом деле, я был очень удивлен, что встретил такого адекватного парня, который не стал меня убивать. И в этот же момент поведал ему историю о том, как мне было тяжело до этого. И что я совсем не понимаю, как играть в эту игру. Слушай, а ты какой уровень там? Я вот третий, я только купил вообще. Я же говорю, два калаша, да слил кистолет, блин. Ну, ничего, бывает. Все так начинают, все сливают, а потом потихоньку за Дикого начинают покупаться. За Дикого? А я вообще случайно сюда попал. Ну да, за Дикого, и там, довольно-то прибыльная тема. Жесть, ну я рад, что тут хотя бы кого-то встретил. То я думал, все, уже умру. Все, полетели тогда, нам дальше выдвигаться надо. Пойдем. Смотри, вот эта вот комната, она на ключе, которая сверху. Там есть, ну, прикольный лут, там один сейф есть и три компа стоит. И иногда там можно видеокарты найти, но довольно редко. Вот еще ящик вкусный довольно. Потихоньку он обучал меня, как играть в эту игру, и рассказывал, где я могу что-нибудь залутать интересное и вкусное. А после он и вовсе меня просто решил поводить по этой карте. Слушай, вдвоем в Тарков так интересно играть на самом-то деле. Я еще в эту игру зашел покушать горошек зеленый и сок попить. Смотри, покажу тебе сейчас такую тему. На таможне есть довольно-таки много, господи, тайников, вот. Которые спаиваются вот абсолютно разные луты. Может повезти капец как, а может вот не повезти лут. После чего он мне показал расположение различных тайников, которые можно было запросто найти и разлутать. И мы, когда бежали, наткнулись на стаю диких, которые пытались нас убить. С одной из стаи диких мы справились, а вот со второй мой друг, к сожалению, не смог. И его убили. Ты умер? Мужик! Он умер! Сайга? Так. Объясняльщик умер! Забавно, чел объяснял, объяснял и сдох. От бота... Тут тип! Готов! После чего я полностью зачистил старую заправку и нашел выход с этой локации. Я даже немного расстроился и думал, что я не найду больше своего друга, но он кинул мне запрос в друзья. Все, что я принес, можно тут оставлять. А жетон учителя я оставлю на самом низу. И никогда его не потеряю, надеюсь. Выполнив пару квестов и получив за это небольшой хабар, мы вместе с Сайгой отправились в следующий рейд. Но на этот раз и играть мы планировали за диких. Для тех, кто не знает, кто такие дикие, это, как их называют в постонародии, челоботы. Ты выходишь за них и получаешь рандомную экипировку. Когда я появился, я не понял одного. Где мой друг, с которым я заходил? Простояв так около двух минут, я понял, что возле меня его точно нет. И тогда я решил сбегать на аирдроп. Блин, он то ли не зашел, то ли я не знаю, что с ним. Но еще упал, они в том месте, блин. Ёлки-палки! И сказать честно, лута с аирдропа в Таркове выпадает, конечно, намного больше, чем в Расте. Я не знаю, где этот тип, с которым я должен был начинать. Своего друга я, увы, так и не нашел, но смог выбраться с этой локации в целости и сохранности. А еще я понял, что в этой игре можно не просто всех убивать, а еще обустраивать свое убежище. И первым же делом я улучшил безопасность. И поставил деревянную дверку. Я даже что-то построил. О! Так я нифига себе сколько всего тут уже настроил. Как выяснилось позже, фармить в этой игре нужно было очень много всего, чтобы что-то построить. Пачка гвоздей, 10 саморезов, ручная дрель, а это что у нас? ВД-40. И 2,5 миллиона, понял. На следующем рейде мы все-таки умудрились с моим учителем зайти вместе. Первой целью у нас было найти стройматериалы, поэтому вместе с ним мы побежали на тот проклятый завод, где меня отфигачили два раза. Раз, два, взяли. И так как я растер, у меня выработалась привычка всегда закрывать за собой двери. Очень полезная, кстати говоря. О, это мне по-любому нужно. Только вижу, чувака бежит. Вдалеке, вдалеке причем. Угу, понял. Наш завод кушать так никто и не стал, поэтому мы с ним побежали в сторону выхода, где по пути на нас напали стая диких. Хорош. Вот. Но от них мы с легкостью отбились. Мы с моим учителем продолжали бегать и все лутать, он показывал мне, где находится различный лут. И поднявшись на второй этаж на какой-то стройке, мы услышали, что недалеко от нас стреляют типы. Думаешь, нет смысла? Я тоже так думал. Я думаю, лучше переждать. О, я видел его, да. По крайней мере, посмотреть хотя бы. Просто лучше наблюдать. Вон бегают, они как хозяева, блядь, бегают от территории, понимаешь? И как не крути, нам, чтобы выйти с этой локации, нужно было идти именно прямиком на них. Поэтому мы попытались пройти через заправку. Вижу. Вот это заутышите. Не стреляй пока. Там второй есть. Я говорю, уходим, уходим, уходим. Я понял, бегаем отсюда. Одного из них у нас все-таки получилось убить. Но их там был целый клан, поэтому нам пришлось оттуда сваливать как можно скорее. Но отпускать они нас не собирались. Они бежали прямиком за нами. Как показала практика, выжить в этой игре довольно непросто. Особенно новичку. И тогда к нам присоединился еще один новичок, который вообще не понимал, как играть в эту игру. Его звали Репринцев. И мы впервые в жизни выбрались на ночную вылазку. Ведь именно ночью, как казалось нам, можно было полутаться, где тебя точно бы никто не убил. Он совсем новичок, типа. Он прям совсем новичок. Отлично. Все, ребят, давайте фонариками, чтобы они здесь не побежали. Тут крайне аккуратно, ребят. Смотри, тут могут быть враги. Вот это я. Эй, земляк, выстрелять! В елке. Это я. Это я. Это я. Жив? Нормально все? Фонарики вырубаются. Врубай фонарик, да. На улице шел ливень и была кромешная тьма. Но это было очень атмосферно. И, наконец-то, мы с ними нашли укрытие, двухэтажное здание, где было очень много комнат. Тип. Зачистив полностью двухэтажку и налутав все, что только могли, мы отправились в дом, который стоял напротив. Но тут учитель подготовил для нас довольно тяжелое испытание. Нам нужно было запрыгнуть вот в это окно. Шифт и пробел. У меня запрыгнуть сюда получилось практически сразу. А вот Сереге Репринцеву пришлось немного попотеть. Когда только зашел в игру, звери. Отдышись, отдышись. Все, ровно. Я это сделал. Поздравляю. Наша цель второй этаж. И уже в этом доме мы наткнулись на новое знакомство. Есть тип. Он с предмышленником. Может, ты мне на ней. И тогда наш учитель решил проявить дипломатический подход и поговорить с ними. У нас новички тут, друг. Может, не надо? Смотри. Я первый, я первый ухожу. Сейчас я с ножом, я с ножом выхожу. А вы че через войс? Мы вас услышали и еще там выкрыли и там говорили. Да, у нас просто проблемы с дискордом. Да, мы только игру скачали. Ну, ничего. Мы, короче, парни, ладно, мы уйдем, короче. Вы двушку залутали, нет? И в этот момент произошло то, чего я точно не ожидал. Бывает вот так вот. Ебать. Мне действительно стало грустно. Наш учитель убил двоих в спину, зная то, что они не станут в нас стрелять. Вернуться и залутать свои тела они не могли, поэтому мне пришлось подобрать их жетоны и забрать хоть что-нибудь с одного из них. Это крайне подло было. Да, так уж не поступать. Это как в фильме было, он такой, знаешь, такой бам-бам в ухо, да? Чтоб ты понимал, у него патроны какие-то были в этой М-ке. М-995. Мне кажется, они больше нашего испугались. Слушай, я думаю, может пацанам этим вернусь потом их лут. Мы забрали все, что могли унести и побежали на выход. Но вы не думайте, что эта история на этом заканчивается. У меня был жетон одного из их игроков. И поэтому, после того, как я вышел, я нашел его в списке и добавил в друзья. И я очень надеялся, что кто-нибудь меня добавит. И вот случилось чудо. Один из них принял заявку. Если вкратце, то мы с ними поговорили, и я решил отдать их лут, который я забрал, ведь стоил он нереальные деньги. И за такой честный поступок, они даже пригласили меня в свою команду, чтобы я отправился на рейд в лес. Эту локацию я не знал. Но я знал то, что у меня есть пару квестов, которые я должен был там выполнить. А на вылазку с собой я взял весь их лут, чтобы отдать им. Алло, привет. Давайте я вам могу оружие сразу скинуть, вы что-то другое мне скинете. Потому что я не особо стрелок в этой игре. Да, давай погнали, давай погнали. Осадь, осадь, бери себе пока, погнали. Там в конце карты разберемся. О, а где он, слушайте, а что за задание? У меня первое задание, там, к леснику, что-то там, лесника, короче, найти. А, самолет, вот, самолет надо найти. Я, честно говоря, реально сам не ожидал, что он убьет. Это рандомный человек был, типа. Слушай, давай все, движемся без войска пока, потому что можно встрять. Понял. Забирать они свое оружие не стали и решили помочь мне выполнить квест. Они знали эту карту. И знали, где находится разбитый самолет. И поверьте, бежать нам пришлось далековато. Ну а по пути с ними мы увидели какого-то кемпера, которого мы сразу же убили. Убил, убил, убил. Заглянув в него, я понял, что у него какой-то топовый лут. И так как эти ребята подарили мне топовую М-ку, я решил подарить этот лут им. Можете забрать его. Ну а после нас ждало очень долгое путешествие к разбитому самолету. И сказать честно, эта локация была очень атмосферная и реалистичная. О! Понимаю, мы дошли до самолета. Ёньк! Ничего себе. Я б, наверное, в этом лесу вообще ничего не сделал. Поступай по совести и будет все по совести, правильно? Ну судя по экипировке, эти ребята точно знают, что они делают и куда мы идем. И чтобы выполнить этот квест, мне нужно было выжить. Поэтому они меня отвели к ближайшему выходу. И там мы с ними попрощались. Давайте, ребята, сейчас увидимся. Спасибо вам за помощь большая. Давай, выходи, братан. Давайте, удачи вам. Спасибо им большое. И как вы видите, задание мне все-таки удалось выполнить и открыть нового торговца. По имени Егерь. Квест пройден. У нас открылся новый персонаж. И вот, да здравствует снова новая локация, завод. Там в квесте у меня было просто выжить. Поэтому мне нужно было убить дикого и побежать на выход. Одного убил. Мужики, а можно? А можно не надо? Хоть мне и нужно было бы ежить, но я решил попытаться полутать труп, который лежал наверху. Ведь в нем могло лежать что-нибудь ценное. Эй, мужик, я... Я бомж, я бомж. Стой, 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 стой. Я уберу оружие. Я уберу оружие. Я ЧВК, да. Я убрал... Я убрал оружие. Я с ножом. На самом деле, я понимал, что, скорее всего, он меня убьет, но терять мне было нечего. Поэтому я решил ему довериться. Ведь убить его я все равно бы не смог. У него была топ-броня. Еда есть? Я умираю от еды. Я забыл поесть. Спасибо большое. Я зашел, мне квест выполнить надо, и все. Да, я понял, без проблем. Прикрой, прикрой тогда, и пошли. У меня нож, что ли. Хорошо. Я не знаю, как такое произошло, но он мне доверился, и даже скинул оружие, и стал хилиться. А моей главной задачей было его спасти. Поэтому я защищал его, как только мог. Убил его. Хорош, хорош, хорош. Ну, дробовик сейчас, смотри, тоже бери, короче. Например, разгрузка тоже, шестой класс, очень классная. Короче, смотри, вот эти двери, вот этот, там еще там пару дверей вот здесь. И еще куча двери на таможне, открываются социальным ключом. Его пока не можешь получить. Я тебе его сейчас скину. Там еще 26 использования. Вообще не экономил, постоянно тратил. У тебя его хватит прямо до барахолки, к концу лайфа. Понял, спасибо. Спасибо большое, был рад познакомиться. И Карпыч, если ты смотришь этот видос, спасибо тебе за то, что ты мне помог. Давай, удачи тебе, братан. Жесть. Ха-ха. Офигеть в Таркове, народ дружелюбный. По приходу домой я повыполнял различные квесты и позабирал хабар. А еще мне нужно было как можно скорее апнуть 15 уровень и немного улучшить склад. Я взял с собой самый топовый сет, который у меня был, и пошел фармить челиков, которые бегали по таможке. Ооо, сухарики, которые мне нужны. И не поверите, самый сложный квест, который я когда-либо выполнял, это первый квест егеря. Там нужно было найти три пачки сухариков. Полутав челиков, попив немного сока, я отправился в сторону выхода. Но там меня уже пытались перехватить. И помните, учитель рассказывал о двери, которая была на втором этаже? Чтобы ее открыть, нужен был ключ, который я нашел в куртке. Да, мне повезло, ведь находился я недалеко от этого места. И когда я поднялся, я увидел то, что ее уже кто-то открыл. И какого-то ценного лута там найти я не смог. А выход у меня был абсолютно в другой стороне, поэтому мне пришлось наворачивать огромные круги, и по пути я лутал все, что только видел. Судя по всему, выхода у меня здесь нет. Мне нужно идти на самые-самые дальние. Спустя 4 минуты я умудрился добежать до выхода. И засейвил все, что только смог налутать. Это был успешный поход. Который принес мне очень много опыта. Нормальный заход, 6 тысяч опыта. Неплохо. Уровень у меня поднимался не по дням, а по часам. В этот момент я даже в себя немного поверил. И чтобы проверить свои силы, я решил пойти на самую жесткую карту. Завод. Минус 2. Скажи, что у тебя шина была. Юньк. Я настолько в себя поверил, что начал ходить и месить типов направо и налево. Минус 3. С таким лутом, я думаю, можно выходить. Все, засейвив, я снова вернулся на завод. Ведь здесь был максимально прикольный движ. Бедные челики даже не знали, куда от меня спрятаться. Но, как вы знаете, все хорошее когда-то заканчивается. И меня убил какой-то киберспортсмен. Ах, дефолт. После того, как меня спустили на землю, я передал баночки с селедкой терапевту, чтобы выполнить очередной квест и поднять немного уровня. И, наконец-то, я получил новый квест. Найти газоанализатор. Поиски длились очень много времени. Я лутал все, что только видел. ССД? Не знаю что, но мне кажется, это дорого. Поиски газа на меня затянули в самый центр таможни, где постоянно шли какие-то воины. А еще в этот момент я понял, как важно поесть перед выходом в рейд. Я чуть не умер от голода. Но мне повезло то, что я нашел баночку с консервой. Я буду жить. Я буду жить. Я нашел. Я нашел еду. Я буду жить. В рейдах я находил абсолютно все. Кроме сухариков и газоанализатора. Мда. Освещение готово к постройке. И, конечно же, потихоньку я улучшал свой бункер. Мне нужно было апнуть 15 уровень, чтобы я мог торговаться на барахолке. А также поднять репутацию торговцев, выполняя квесты. Поэтому я постоянно бегал на таможне. Ой, а кто это такие два сладеньких там бегают? Так они и офисы еще пролутали. Эти два паренька меня очень сильно заинтересовали. И я решил за ними проследить. И у них было то, что мне было действительно нужно. Броника, которую я должен был найти в рейде. А также различное барахло, которое я мог неплохо продать. У меня было задание повесить три маячка на три цистерны. А находились они по всей карте таможни. Но для начала мне нужно было как минимум найти ключ, который откроет машинку. Наконец-то с горем пополам я смог добежать до трехэтажного здания, которое называлось общагой. И нашел там заветный ключик. Ключ есть. Все, мужики, я вас понял. Отдыхайте. Так, буквально за одну вылазку я умудрился выполнить два квеста. И каждый выполненный квест открывал новые квесты. И сказать честно, один был интереснее другого. Посылка из прошлого. Что мне нужно сделать? Новое задание было не из легких. Мне нужно было найти на одной локации документы и перенести их на другую. В инвентаре место у меня абсолютно кончилось, поэтому все барахло ненужное я продавал терапевту. Чтобы поехали еще одно задание выполнять. Нам на таможне вначале. С собой я взял самый топовый сет, который у меня только был. И отправился на таможню. Этот заводской городок я уже знал довольно неплохо и мог спокойно ориентироваться. Поэтому добежать до склада не составило большого труда. Разве что мне пришлось столкнуться с одним типом. Странный мужик, но за кабачковую икру тебе большое спасибо. Мне надо идти до офисов. Там меня ждет задание. Нашел. И теперь с документами мне нужно было убираться с локации таможка. И когда я бежал в сторону выхода, я наткнулся на диких. Мне бы выжить как-то. С горем пополам до выхода я умудрился добежать. Фух, я добрался до выхода. Но это была только половина задания. Мне нужно было отправляться сразу на завод. Ну а чтобы окончательно выполнить это задание, мне нужно было выжить и уйти с этой локации. Выжить это я полагаю вот сюда надо свалить. Я выполнил твою задачу, она была не из легких, но я справился. Ну а дальше появилось задание еще интереснее. Мне нужно было пометить нефтяные цистерны маркером. Но мне повезло, ведь ко мне присоединился мой учитель. Так, на ливнике говоришь? Угу. Ну можно тут полутать это здание. Поставил. А, защитите цель, понял. Отлично. Странно. О, по тебе? Да. Отходи. Вижу. Его убил. Повесил еще одну. Все. Идем. Еее. Неужели я сейчас найду то, что мне надо? Газоанализатор. И знаете, за что мне действительно понравился Тарков? Так это за эту атмосферу. Вы просто посмотрите на это небо. Фух. Я бы этот квест, наверное, в соло вообще не выполнил. Таким образом, за один плотный заход мы смогли выполнить целых 4 задания. Часть 2. Окей. Найти бага за анализатор. Понял. И наконец-то в моей базе появился верстак, где я мог крафтить различные приколюхи. А также я мог собирать и разбирать свои пушки. Я снова остался один. И моей главной задачей на этот раз было починить электрику на заводе. Э, 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 спокойно, спокойно. Давай договоримся. Эу. Стой. Я уберу оружие. Мне удалось с ним договориться, и он даже решил меня провести к электрике и помочь мне выполнить задание. А потом я попал в жесткую передрягу с каким-то отрядом. Так, я надеюсь, тут никого не будет, потому что я пришел полутаться. Короче, сейчас перезаряжаюсь, и я иду пушить его. Лежать. Пу-пу. Пу-пу. Патроны кончились, бежим! Блин, у меня патронов вообще нет У меня последние 5 или 10 патронов осталось И че мне делать? Ну мне очевидно, надо хоть кого-то полутать И это обоева пустая У меня кончились патроны абсолютно на все пушки И я уже не знал, что мне делать Но тут пришел бот и разрулил ситуацию Бот, ты спас мою жизнь! После я залутал все, что только смог забрать И свалил с этого проклятого завода А потом я устал бегать по локациям И выполнять различные квесты И тогда я просто начал крошить всех на своем пути Одного убил! Еще убил одного Это не дети Я его убил Ага, понял 14 уровня Ну, улач 105-й калаш Я настолько преисполнился в этой игре Что начал просто бегать на каждый замес Я не знаю, что, но я зажал сильно туда Ты жив? Граната А, он ушел от пиздил Смотри, сколько тут трупов, мужик Да Еще и меченка не слуханная О! Ой, мужик! Ты видела его броню? У него зеленая броня нафиг А, это дорогая? Да Это нам надо А впереди нас ждал действительно самый лютый поход за сухариками Я пытался выполнить квест егеря И мы побежали на стройку, где постоянно спавнилась провизия Но в этой стройке все было не так просто Там была армия свиты А, он не умер, бля Ты умер? Да, я ему игольником Три в голову дал, бля Еще один Еще будет Но помимо Решауа Я встретил здесь еще и пару игроков По-моему, он наверх поднялся Снизу Перезаряжайся Грудь почини А, он за любовиком Он умер Хорошо Еще один может быть Мужик, смотри, что у него Ой, хороший Наушники хорошие Наушники вот эти можешь натянуть Смотри, что у него Слик СР-25 Что? У него, мне кажется, шлем получше будет Блэк Джек, бля Серьезно? Нахуй Ебать, кого ты, бля Отпи... Вообще, бля Мужик, кого я купил? Ты посмотри, рюкзак Размеры, бля А я могу рюкзак в рюкзак закинуть? Да, можешь И вы думаете, самое сложное в этой игре кого-то убить? Нет, самое сложное это выйти с этой локации, когда на тебе 100 килограмм Чувак, он ползет медленно Я не упалзу Мне кажется, проще идти просто и все медленно Медленно, но верно, как говорится Нафиг ты сдох, мужик У тебя бот заагрится З-з нажми Задача, когда Баку, баку З-з нажми Не ложись З-з Стой, стой, стой Не-не У меня руку сломал Я его убил И самое, что забавное, возле меня не заспаунилось никакого ближайшего выхода Мне нужно было идти на самую дальнюю точку карты А времени у меня уже практически не было Помимо перегруза, на моем пути постоянно спавнились дикие А еще я начал умирать от голода Пожалуйста, 5 секунд, 5 секунд на выход, пожалуйста Фух, мужик, мы это сделали Пофиг на ту пушку И вот, на последних секундах я все-таки умудрился дойти до тоннеля Ну, это ж 11 тысяч опыта, мужик И в этом рейде я принес домой огромную кучу лута Также топовые пушки И броню 6 класса Которую пробить было довольно сложно С каждым новым рейдом я чувствовал уверенность в себе все больше и больше И уже совсем перестал бояться количества игроков в команде Тупо всем не разбил Ну сладненький, остановись Лежать! Ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Так, Жальку было бы неплохо наступить Вектор Самая большая проблема игры в Soul of Tarkov Это в том, что нужно было постоянно играть в Тетрис Чтобы забрать какие-то предметы Нужно было постоянно перекладывать другие Или разбирать какие-то пушки Где она, блин, это... Вот она Со временем у меня стало настолько много лута Что складывать его уже было абсолютно некуда Мне нужно было улучшать убежище А чтобы его улучшить Нужно было знатно подформить различного барахла И знаете, иногда мой учитель был просто в шоке От моей наглости и как я пушаю ребят Он его убил, я КД Мужик, я КД Нет, я жив Нет, ты справа? Я снизу Я убил его Все, мы двоих убили Я пробежал, я запушил на ноги, мужик Я выдержал, я двоих нахитовал Левого сразу сбрил нахер Еще кто-то есть Я хируюсь Я его убил Ты жив? Еще один, еще один есть, да Чувак, я вообще умираю Я умираю, чувак Я хируюсь Прикрой, пожалуйста Это ты кричишь? Да Подожди-ка, я этого не лутал У него пилбокс АК-105 Че, по-моему запушим его? О, тут аугментин есть Блядь, ты так врываешься И я и... Конечно, страшно даже мне становится Ха-ха-ха-ха Ну и наконец-то У меня появился долгожданный 15 уровень Так, установить Отлично И чтоб вы понимали Я достиг уже 15 уровня Но по-прежнему не смог найти ему сухарики Емеля Пойдем искать ему сухарики На таможне у меня сухарики найти не получилось И тогда я отправился в лес Пожалуйста, сухарики Понял, сухариков мы сегодня увидим Опачки Опачки Слушай, а не подскажешь, за дикого квесты у Егеря возможно выполнять, нет? К сожалению, нет Только за ЧВК Блин, какое же говно Я не могу сухарики Емеля найти уже на их вторую неделю Эти... эти выполняются О, а ты сухарики не находил случайно? Вот, я сухарики Емеля нужно давить О, браток, спасибо! Там, по-моему, кто-то есть, слышишь? Тут ЧВК, тут ЧВК К нам пришел злобный ЧВК и хотел забрать мои сухарики Но отдавать ему их так просто я не собирался Я решил дать ему бой Стой, я убил его Пойдем посмотрим, что у него было Сухарики Емеля, пожалуйста Какой ты вообще, ну, дурик Бери все, что тебе надо Там двигатель, я вижу Офигеть он типовно убивал, ты видел? К сожалению, с этим пареньком нам пришлось разойтись Ведь выходы у нас были совсем в разных точках Но за сухарики ему большое спасибо Ну окей, удачи тебе Был рад знакомству С тебе удачи Давай Тебе тоже Да, удачи Я пролутал абсолютно все, что только было возможно Но вторую пачку сухариков найти так я и не смог Зато половину пути я уже прошел Одна пачка сухариков это лучше, чем ничего О, так это выполняется через... Понял, супер Одни сухарики остались Емельки И я наконец-то выполнил эту задачу В моем доме наконец-то появился тир А после того, как у меня появилась барахолка Я решил докупить недостающие экземпляры Чтобы улучшить склад И добавить немного слотов в своем инвентаре Ну что, поехали улучшать 24 часа Окей И после того, как я потратил все эти ресурсы Я действительно стал лютым бомжом У меня осталось всего 19 тысяч Мне срочно нужно было восстанавливать экономику Поэтому я побежал в лес фармить все на своем пути А также фармить фермеров, которые лутаются за меня Вот поэтому тут и страшненько ходить И некоторые были действительно серьезно настроены Бегали с пнвшками Мужик-то заряженный был Один есть О! Мне осталось одного бота еще убить Бежал я, значит, уже к выходу Как вдруг услышал шаги неподалеку от меня Поэтому я решил остановиться и дать им бой Граната! И второй минус Это было страшно Вот это заход Вышел ботов поубивать В итоге убил троих типов Пойду-ка я отсюда Только стремноватенько тут ходить Нынче Хороший рейк Сколько диких я убил? Два Четыре Шесть Семь диких И три бота Три щела точнее Неплохо А после После началось мясо Под жесткую музыку Я отправился на завод В топ-сете Разваливать всех на своем пути И искать драгоценные сухарики Емеля Семь диких Семь диких Да, меня конечно и замесили Но я почувствовал максимальное удовольствие от этого ПВП Но сухарики я, к сожалению, так и не нашел Если вы думаете, что я мог это просто так оставить И не найти сухарики То вы очень сильно ошибаетесь Я потратил слишком много сил Чтобы просто забросить свои поиски И вот Спустя несколько дней Я чудом смог найти пачку сухариков Емеля О, да! И когда я наконец-то выполнил этот адский квест Егеря Я понял для себя, что я прошел эту игру И больше меня в рейдах никто не видел Я действительно надеюсь, что тебе понравился данный видос И ты поставил свою оценку Ведь я вложил в него очень много сил На самом деле, это можно сказать Мой первый видос не по Расту И я надеюсь, он вам понравился Если вы хотите увидеть продолжение Таркова То обязательно подписывайся на канал И напиши об этом в комментариях Я читаю абсолютно все, что вы пишете А еще Не делайте так, как сделал мой учитель Не обманывайте и не предавайте тех, кто вам доверился И уж тем более Не стоит ради каких-то пикселей в игре Совершать такой подлый поступок Всем огромное спасибо, что вы досмотрели этот ролик до конца И всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok